А сны не бесплатно постоять на этих улицах можно будет только 15 минут. Этого времени, по мнению городской администрации, должно хватить для того, чтобы дойти до паркомата или посадить, либо высадить пассажиров. Час стоянки будет стоить 20 рублей. В настоящее время центральная часть, историческая часть города, она уже не подлежит уширению уличной дорожной сети у нее, потому что она так сложилась, как она сейчас есть. Главная задача, чтобы у нас сократить те пробки, которые есть. Для оплат установили три паркомата. На улице Радищева у здания администрации, на перекрестке улиц Радищевой-Праволыбецкой и у перекрестка улиц Горьковой-Праволыбецкой. Кстати, оплатить парковку наличными не получится. Автомат принимает только банковские карты. В будущем сделают специальное мобильное приложение для оплаты онлайн. Что делать с тем, у кого нет ни карт, ни современного смартфона, пока непонятно. Видимо, парковаться на соседних улицах. Есть прохожий, коллега, который точно так же, как и вы, оплачивает эту парковку. Вы можете ему отдать эти 20 рублей и, собственно, он со своей карты заплатит за вас. Для оплаты парковки необходимо ввести номер транспортного средства и зоны, в которой они находятся. Регистрирует оставленный автор работник администрации. Он фотографирует регистрационный знак и фото сразу заносится в базу, в которой видно, прошла оплата или нет. Для граждан штраф административный составит от 1000 рублей до 3000 рублей. Для должностных лиц от 4000 до 10 тысяч рублей. И на юридических лиц от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Доходы, полученные от эксплуатации платной парковки, пойдут на развитие парковочного комплекса, уплату налогов, зарплату сотрудникам и обслуживание паркоматов. Стоит такой паркомат, кстати, около 800 тысяч рублей. И работает он на солнечных батареях. Продолжение следует...